Новые технические разработки и научные идеи обсуждают лучшие полиграфологи мира. Среди участников – представители всех субъектов России, гости из Беларуси, Казахстана, Азербайджана и США. В этой конференции принимают участие не только полиграфологи, но и психологи и правоведы российские и зарубежные. Это, говорят специалисты, во многом способствует развитию и совершенствованию данного вида деятельности. В частности, полиграфологи предлагают применять детекторы лжи не только в работе правоохранительных органов, но и на обычных фирмах и предприятиях. Правда, по их словам, для служащих это будет добровольно. Данная техника может позволить не только найти виновного, но и оправдать невиновного. Поэтому получается так, что это не только не нарушает права человека, а наоборот даже помогает человеку в реализации каких-то его прав, хотя бы на право не оборачиваться друг на друга и не думать, что здесь что-то случилось, и кто-то это может сделать ещё раз. Эта конференция полиграфологов уже 16-я по счёту, а с 2012 года проходит под эгидой региональной полицейской ассоциации Краснодарского края. К слову, место для проведения конференции выбрано не случайно. Именно Краснодарский край 21 год назад стал первым в России регионом, где начали массово использовать полиграфы в оперативно-розыскной деятельности и в кадровой работе. В нашем крае ни одного противника использования полиграфа не было, потому что сотрудники, которые начали работать, они просто была очень большая отдача от них, потому что в основном это был криминальный блок, и в основном это была работа с людьми, которых подозревали в совершении преступлений. И вы знаете, с помощью полиграфа удалось оправдать очень многих людей. Один из главных вопросов, который сегодня волнует всех без исключения полиграфологов – законодательное закрепление их деятельности. Ведь такой профессии в реестре до сих пор не существует. И это ведёт к куда более серьёзным проблемам, чем неверная запись трудовой книжки. Государственный стандарт по этой профессии поможет и потребителям услуг этих специалистов. Внутри своей среды, профессиональной среды, мы можем определить квалификацию специалистов. Ну, достаточно условно, конечно, но тем не менее, мы в нашей среде знаем, какие специалисты и как работают. Те, кто принимает полиграфологов на работу, либо обращаются к нам за нашими услугами, они, к сожалению, такой информации не располагают и могут опираться только на информацию, которая предоставлена в интернете, а она, к сожалению, не всегда соответствует действительности. Конференция завершится 16 октября. По её итогам будет составлена резолюция, где участники внесут свои выводы и предложения. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.